Ваня, ты опять в телефоне сидишь? Интересно же посмотреть, что присылают. Картинки, фото разные, видео. Я ему тоже говорю, лучше книгу почитай. А он мне неинтересно. Вот, посмотрите, как устроен наш мозг. Он составляет всего 2% от нашего тела, но потребляет 20% всей энергии. То есть он потребляет очень большую часть энергии организма. И в организме заложены специальные системы, которые стараются снижать энергозатраты на мозговую деятельность. Поэтому если предложить мозгу 2 задачи, попроще и посложнее, то он выберет ту, что попроще. А зачем тогда это видео делают? Дело в том, что за нашим вниманием охотятся. Есть люди, которые внимание зрителей превращают в деньги. А хотите увидеть, как работает наш мозг? Мы внутри мозга, а как будто в космосе. Клетки мозга, нейроны, передают информацию друг другу и образуются нейронные сети. То есть, когда я читаю книгу, мой мозг растет? Конечно, ведь чтение развивает интеллект. Видите, вся энергия мозга направлена на прием потока информации. Фотографии, картинок, роликов. И такой поток не позволяет мозгу развиваться. Когда человек постоянно что-то смотрит в интернете, зона мозга, отвечающая за мышление, не получает достаточной энергии. Нейронные связи разрушаются, и эта часть мозга атрофируется.